Почти 400 обращений получил уполномоченный по правам ребенка в 2019 году. Еще 200 поступило помощникам во всех муниципальных образованиях Верхней Воложья. Среди наиболее острых вопросов и проблем – права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на образование, наличную безопасность и благоприятную окружающую среду, правовое просвещение. Как решить трудности, что идет не так в системе, мы узнали у Ларисы Масалыгиной. Больше всего обращения от Веричан поступают по части защиты прав семьи, материнства, отцовства и детства – 53%. Среди наиболее острых – охрана семьи, сохранение семейных ценностей, нарушение родительских прав и неисполнение родительских обязанностей, вопроса установления опеки над несовершеннолетними и усыновления детей. В нарушении жилищных прав остаются актуальными непредоставление жилья, проблемы с оплатой жилищно-коммунальных услуг и многое другое. Но большую обеспокоенность вызывает у полномочного рост количества детей с особенностями развития. Динамика за три года. 17-й год – 4730, 18-й год – 4871, 19-й год – 5018. Число детей психически расстройственные. Это тоже очень серьезная проблема, тоже динамика совершенно такая выручающая. 17-й год – 3081, 18-й год – 4285, 4285, 19-й год – 4323. Также у нас ежегодно возрастает количество детей с расстройствами аутистического спектра. Именно права этой категории в значительной части нарушаются. Речь идет о социальном обеспечении и обслуживании, получении льгот, пособий и пенсий. Нам надо понимать, что такая ситуация есть. Соответственно, подстраивать систему детства под такие вот реалии, что количество инвалидов увеличивается, количество психических расстройств увеличивается. И есть у них тоже свои потребности, которые тоже мы должны учитывать. И в образовании, и в здравоохранении, и в социальной защите. Пока что, к сожалению, этого не происходит. У нас есть проблемы и с обучением таких детей, и с оказанием медицинской помощи. Также в 2019 году полномочным правом ребенка получило значительное количество жалоб, касающихся предоставления мест детских дошкольных учреждений в Твери. Данный факт является показателем дефицита мест в детских садах нашего города. В целом, подводя итоги, уполномоченные отмечают, что практически в каждой сфере, так или иначе связанной с детством, существуют серьезные системные проблемы, нуждающиеся в разработке и комплексных решениях.